Сергей, здравствуйте! Добрый день! Мы с нетерпением ждем вашего концерта вечером. Добрый день! Вот нам очень интересно, с какой программой вы приехали? Эта программа написана для многих городов? Или конкретно для нашего города вы привезли что-то оригинальное? Вообще у нас на данный момент существует 4 концертные программы, которые в зависимости от концертной ситуации, в зависимости от того, в какое время мы играем, в каком городе выступаем, мы исполняем одну из этих 4 концертных программ. Сегодняшняя программа в основном будет составлена из произведений, из программных, которые называются «Контрасты». Первое отделение будет состоять из совершенно разных произведений. Они сочетаются друг с другом и контрастируются друг с другом, исходя из названия программы. Это будет первое произведение, написанное для саксофона. Оригинальное сочинение – это «Рапсодия Клода Дебюси», потом будет Рахманинов вокалист и современное произведение, которое написано буквально 20 лет назад, японского композитора Такаши Ишимасу «Пушистая птица». Это очень красивая, очень яркая музыка. И вот на этом закончится наше первое отделение. А во втором отделении мы исполним более популярное произведение. Он начнется с «Венецианского карнавала» французского композитора Боря Женина. Знаменитая фантазия на тему «Венецианский карнавал». А также будут исполнены произведения астропицолы, пачатурян, ну и еще несколько маленьких сестры. То есть эта программа уже отыграна, уже где-то она звучала? Что-то где-то звучало, но в таком виде, в котором сейчас, мы еще и не играли, я имею в виду, в таком сочетании. Но что-то когда-то где-то звучало. Мы подготовили уже за время работы, вот с Еленой Беремичем, мы уже вместе играем порядка 8-9 лет, и за это время у нас сложилось уже 4 концертные программы, такие полноценные, которые мы можем предлагать филармонии, город, ну и любым концертным площадкам. Ну и потом, наверное, игра на саксофоне, она все-таки предполагает новой импровизации? В данном случае речь идет об академическом саксофоне, но, тем не менее, саксофон – это инструмент современный, и в любом случае в нашем исполнении есть какие-то элементы импровизации, особенно это касается такой современной музыки, например, как японская фонарка, пушистая актица, у нее тоже есть элементы не только классических, не только классические, да, какие-то, но и джазовые элементы, которые, естественно, подразумевают какие-то моменты импровизации. Хорошо, спасибо вам большое.